На телеканале новости в студии Ирина Варава. Операция «Реанимация» – хроническую болезнь недостатка финансирования системы обязательного медицинского страхования решили лечить по-новому. Оказывать неотложную помощь, по сути, сами себе будут врачи. В течение двух недель специалисты кафедры Ростовского медицинского университета будут обучать севастопольских докторов навыкам системы медицинской организации, в том числе стратегическому проектированию, эффективному использованию материальных, кадровых и финансовых ресурсов, а также организации команды профессионалов. По итогам обучения 19 заместителей руководителей по финансово-экономической деятельности должны защитить бизнес-план, который в будущем ляжет в основу развития медицинских учреждений города. После этого врачи-менеджеры получат удостоверение о повышении квалификации. Любая медицинская помощь, для того, чтобы под нее был заложен какой-то бюджет, она планируется с учетом определенных нормативных показателей. По числу госпитализации, по числу посещений. Это все просчитывается по каждому профилю. Зачем с учетом порядков стандартов рассчитывается стоимость лечения? И, соответственно, формируется территориальная программа. Второй очень важный момент, который связан с эффективным управлением немедицинскими услугами. Часть из которых выводится на аутсорсинг, часть из которых требует таких же управленческих решений. И, наконец, третий момент – это централизация закупок не только медикаментов, расходного материала, горючих смазочных продуктов питания, но и централизация, в том числе, закупок услуг, как медицинских, так и немедицинских. То есть, не одно учреждение проводит торги, а все вместе, несколько. Стоимость проезда в общественном транспорте все-таки увеличится. С 15 июня единый тариф составит 15 рублей за одну поездку. Повышение цен коснется только автобусов малой и средней вместимости. Информацию озвучили вчера в Доме правительства в ходе очередного совещания с перевозчиками. Первое повышение тарифа, следующее повышение планируется в начале следующего года с вилкой 13 и 15 рублей, в зависимости от класса транспорта. Мы понимаем, что с точки зрения пользователя любое повышение, даже незначительное, это всегда, так сказать, неприятно, да, и для бюджета неприятно. Но, тем не менее, мы объективно сегодня видим ситуацию, которая сложилась на рынке перевозок. Стоимость запчастей, которая увеличилась, где-то на 20%, где-то на все 200%. Это необходимость исполнения требований 16-го федерального закона, это оценка уязвимости предприятия, это необходимость обязательного страхования. Безусловно, все это отражается в том числе сегодня и на тарифе. В конце июня Крымская астрофизическая обсерватория готовится отметить 70-летие. Каждый день за небесными телами в поселке Научном следит несколько сотен человек. Население всего поселка 800 жителей. Это бывшие нынешние сотрудники обсерватории. Для них работают школы, детский сад, магазины и больницы. В целом, все так же, как в обычных крымских селах, кроме главных достопримечательностей научного и его телескопов. Самый большой из них – зеркальный имени академика Шайна. Он был построен в 1960 году. Самый новый – астрономический – появился здесь в 1981. Есть в Научном и настоящие немецкие трофеи. Они попали сюда после Великой Отечественной войны. В Крымской астрофизической обсерватории было открыто более полутора тысяч астероидов, комет, переменные звезды и вулканические явления на Луне. В нашей обсерватории проводились исследования, наблюдения космических аппаратов, запущенных к Луне. Именно здесь на ЗТШ был установлен специальный прибор, который позволял отслеживать движение космического аппарата на фоне Луны по мере его приближения к Луне. При заповке первого космического спутника в СССР буквально на следующий день наша обсерватория начала наблюдение и определение координат этого спутника. Фактически его движение вокруг Земли определялось путем наблюдения, которые проводились в нашей обсерватории. Подробнее о работе Крымской астрофизической обсерватории мы расскажем в среду в программе «Профиль». Малые Олимпийские игры в Севастополе. Сегодня юные спортсмены из детских садов Ленинского района боролись за звание лучшего. На Олимпиаде для самых маленьких все по-взрослому. Официальная часть, яркое шоу, Олимпийский огонь и, конечно, соревнования. На церемонии открытия игр побывала Анна Брачева. Олимпиада среди юных севастопольцев стартовала уже в 15-й раз. По традиции праздник объединил все дошкольные учреждения Ленинского района. Это 16 детских садов и один учебно-воспитательный комплекс. В показательных выступлениях и соревнованиях приняли участие порядка 170 человек. Спорт нужен для здоровья, и он делает тебя сильнее. Я участвую в конкурсе прыжки с места, я буду прыгать. Развитию спорта в Севастополе стали уделять особое внимание. Если раньше физкультуру проводили воспитатели, то сейчас этим занимаются профессиональные инструкторы. И малые Олимпийские игры – это возможность оценить результаты их работы. Они впервые, вот как на настоящих Олимпийских игр приезжает команда, но каждый соревнулся в своем виде спорта. И вот он впервые идет один, уходит на свой вид соревнований. То есть это не эстафетные соревнования в одной команде, а он уходит и понимает там, что от него зависит общий результат. Соревновались дети в разных категориях, прыгали на скакалке, проходили полосу препятствий и демонстрировали свои спортивные качества – ловкость, гибкость и скорость. Кроме того, они участвовали и в показательных выступлениях. Зрители увидели акробатические номера, трюки по ушу и танцевальные композиции. Мы спортивная команда, все мы делаем на пять, обещаем застязание, мы с улыбкой пореждаем. Молодцы! Я уже говорил о том, что их называют малыми Олимпийскими. Я бы их назвал самыми большими Олимпийскими играми, потому что это наше будущее. Это будущее Севастополя. И, наверное, нет ни одного человека, который был бы равнодушен к этому мероприятию. После прохождения всех этапов состязаний, 170 участников выберут лучшего спортсмена. Почетное звание будет присвоено на год, до следующей Малой Олимпиады. Ну а всех участников соревнований наградят медалями и сладкими призами. Анна Брачева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Севастополь принимает первенство России по боксу среди юниоров. Такие соревнования проходят в городе впервые. Турнир собрал спортсменов из всех округов федерации. Финалисты состязаний попадут в состав юношеской сборной страны и примут участие в первенстве Европы. Боксеры будут встречаться в поединках ежедневно в течение этой недели. Уже состоялись взвешивания, жеребьевка участников и утверждено расписание боев. Сборную Севастополя представляют 11 юношей в 10 весовых категориях. Участников, как видите, очень много. 331 участник. Это вся самая главная задача старших тренеров этой группы, средних юношей, отобрать сборную команду, чтобы хорошо выступить на Европе. Отбор команды сильнейших выбирает. Соревнования у нас будут продляться 7 дней. Вы сами видите, по 60 пар в день. Народных участников много. Ну и весовой категории 18. Поэтому так долго. 14 числа финал в 1 час. На этом у меня все. Благодарю за внимание и хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин